в клуарах многие так задавались вопросом сколько же людей наберется в на эту арену львов и в общем то кто то говорит да можно было больше или не настолько большой ажиотаж на самом деле на сегодняшний день побит вообще рекорд украины то я слышал от 10 до 12 тысяч зрителей собрал александр усик это рекорд это уже говорит само за себя это при том что это бой за интерконтинентальный пояс это не там не чемпионский бой звание чемпиона мира допустим и уже на таком уровне александр собирает очень такое количество людей говорит само за себя я думаю дальше будет лучше дальше будет больше вот ну а что касается пояса до интерконтинентальный нужно отметить что это все таки временный пояс интерконтинентальный вообще по моему очень большая редкость чтобы интерконтинентальный пояс был временным на самом деле там есть сейчас по версии WBO такой Кшиштоф Гловакий по моему он первый вот он владеет полноценным поясом александр сейчас уже как временный держатель этого пояса возможно они в будущем встретиться вот но вообще теоретически обладатель такого пояса должен появиться в списке 15 лучших по этой весовой категории так что я думаю мы уже скоро увидим там александра кто будет дальше все зависит промоутера организаторов как удастся договориться ну конечно же хочется посильнее соперников уже такого уровня как брюер проходит настолько легко легко александр что дальше нужно что-то сильнее большие интриги вот по поводу стадиона правильно ты говоришь я думаю если бы продавались и на верхний сектор думаю пришла бы вся львов арена тоже до этого мы были за неделю до боя мы были на эфир у нас был шахтер порто и по городу вот висели плакаты только двух событий шахтер порто и бой александра усика действительно львовяне про это говорили очень бы много людей пришло их и пришло в принципе много и действительно ты говоришь рекорд я представляю какая атмосфера была вот мы смотрели это котельник дрался точно также это из-за этого тоже пришли львовяне очень многие мне звонили в день боя вот есть у нас любители бокса и футболисты мы во время боя говорили постоянно от раунда к раунду созванивались артем фидецкий рома зазу ли они вместе там готовились к матче соличевцы мы с мы свидетельским планировали вот за две недели как мы поедем к усику фидецкий близко дружит с котельником я с усиком очень хотели попасть на этот бой но я не знал где у меня эфир артем не знал когда у них матч вот от раунда к раунду созванивались и договорились только о том что вот после победы усика что на без следующий бой мы обязательно пойдем и насколько я знаю вот следующий бой у саши по моему в декабре но есть еще слухи что где-то он там выскочит в андеркарте у володи когда она тоже слышал об этом мы посмотрим как он будет но даже если ну вот да например следующий соперник это будет бой не за титул чемпиона мира вот и сейчас гонят усика чемпион мира чемпион мира ему долбят это напоминают все говорят что уже пора пора а у сани же ничего быстро в карьере не было на самом деле он начинал в другом весе он проигрывал на чемпионатах европы на мире он не сразу вот выигрывал и все титулы собирал он по чуть-чуть в правильном направлении двигался вверх двигался не останавливался точно сейчас и сейчас то же самое происходит потихоньку надо вот ну не может быть у нас трой боксер как вася ломаченко который там со второго боя стал чемпионом мира у саша выбрал свой путь другой путь через украину возможно там даже через европу прийти в америку и тут я тоже считаю его подгонять нельзя саша знает что он делает и на самом деле что касается скорости то у нас рекордсмен василий ломаченко все уже как бы на него равняется давайте и усика же уровнем в общем-то такой же только в своем дивизионе давайте его побыстрее выводить ну не всех же так как васи ломаченко можно выводить на чемпионские бои саша уже пятый бой титульный он уже возможно войдет там не знаю в десятку в пятнашку лучших да по одной из версий это уже серьезный уровень сколько там год выступлений написано в ринге он уже такой серьезный шаг уже серьезную заявочку сделал вот интервал между поединками у него не маленький так что все идет своим чередом степ-бай-степ как говорится все все правильно по вам ну и тоже не все сейчас зависит от усика очень много сейчас будет зависеть мне кажется от его промоутерской компании от к-2 промоушен как они раскошелятся на соперника привезут сильного надо договориться обои первых сейчас не каждый из десятки пойдет с усиком боксировать рейтинговый поединок очень многое сейчас зависит от к-2 промоушен я надеюсь и не понимаю что усик вот уже занимают такую нишу даже не в боксе а в сердцах украинцев все ожидают с каждым разом соперника все сильнее и сильнее поэтому вот ждем следующего серьезного шага но я жду не знаю как ты ждешь от как раз от промоутерская компания саша свое дело сделает ну естественно все зависит от промоутера от его способности договориться с одним из чемпионов вот сможешь выйти на чемпионский бой намного раньше да можно если никто не хочет с тобой боксировать ждать свою очередь стать официальным претендентом это опять таки ждать как это все будет мы не знаем то есть тут уже мы будем полагаться все-таки на авторитетность к 2 промоушен и ну наверное удачу